Добрый день! Рада приветствовать вас на нашем канале Orchids UA. Сегодня речь пойдет о посадке. Я буду показывать и рассказывать про разные субстраты, как их использовать в чистом виде, как их можно посадить, как смеси сделать. И заодно светим у нас, появились новые горшочки, заодно покажем и их. Вот, допустим, у нас вот сейчас вот этот дендрохилиум. Вот такая вот плошечка может использоваться вот в подвесе, такой тип горшка. Здесь у нас котлея, которая посажена в чистый серамиз. Смотрите, вот эти вот такие выглядывающие нежные корешочки. Не знаю, вот видно. Хорошо удерживает влагу, но хорошо вентилируется для двухлистных, то есть со всех сторон воздух и солнце, плюс у корней влага необходимая. И вы не переливаете, и растению хорошо, и развивается замечательно. Вот я вот приподнимаю его, внизу есть отверстие для слива. Вот переворачивать уж не буду, но поверьте, оно там есть. И вот так это симпатично смотрится. Вот такой же тип посадки. Вот здесь у нас макселярия. Вот смотрите, она шикарно смотрится, как просто стоящая на горизонтальной поверхности. Точно так же у нас очень симпатично смотрится в подвесе. И вот посадка именно в серамис, да, она плотно усаживает растение, даже в невысокую плошку, хорошо его фиксирует, и при этом влага есть, замокания нет. И еще один тип посадки, вот это дендрохилиум. Тут вариант посадки в камень, в ракушняк. Но здесь в чистый ракушняк стоит садить только те растения, которые лояльно относятся к достаточно высокому PH. Или же являются кальцифилами, что в принципе практически одно и то же. Но этот подвес, он достаточно тяжеленький. Если серамис, он достаточно легкий, даже во влажном состоянии, то ракушняк, он такой достаточно тяжеленький. Но все равно очень красиво и экзотично смотрится. Такая травичка. Дальше я хотела бы остановиться. Вот, кстати, та же плошка, но посадка уже бульбофилум. Бульбофилум более влагоемкий, и поэтому посажен в мох. Смотрите, какие корешки замечательные. Вот так вот мы замечательно растем, хорошо себя чувствуем. Потом, вот такой вот японский тип горшка. Вот с вот такими прорезями для вентиляции. И вот на таких ножках. Она как бы визуально преподносит растение на вот этом холмике из мха. Во-первых, чем хорош вот эта вот приподнятость этого мха? Вот как, сейчас покажу ближе, вот фаленопсис. Это так вот лучше видно, сейчас покажу. Вот, видите, вот этот тип чистый мох, да? Вот у нас есть вот новозеландский вот мох, вот этот вот. У него длинное волокно. И вот им удобно выкладывать вот эти вот комочки, вот эти вот шарики делать. Чем хорошо? Это вентилируется. Здесь тоже ничем не закрытый этот мох. Он хорошо дышит, но при этом удерживает эту влагу. Вот, смотрите, замечательно приподнято так вот. Очень выигрышно смотрится здесь у нас. Кто у нас тут? Яфон Реджевел на Гавайен Дрэгон Гёлл. Очень яркий цвет. Под лампой немножечко он уходит. Ну, поверьте, это супер яркий цвет. Вот, очень, очень эстетично, очень красиво. И аромат. Вот сижу и нюхаю. Очень приятно. Вот, и красиво смотрится эстетично. Особенно, если вы боитесь залить растение, то вот такой тип А виолоцейная группа, то есть вот этот аромат, да, и эта форма предполагает, что там в роду есть виолоцея. Да, правда. И она дает вот этот волшебный аромат. И виолоцей, она требует более высокой влажности, поэтому вот посадка в мох, она наиболее актуальна. И вот еще хочу показать ближе этот горшок изнутри. Видите, там вот такой как штырь стоит. Он не позволит опуститься субстрату вниз, ну, если не мелочевка, которая сможет высыпаться сквозь прорези. И не будет этого замокания. Там есть отверстие для слива, но при этом он как бы не приподнимает это растение, как бы несет на вот этом вот, на комочке этого мха, на вот этом клубочке. Очень удобно. Нет замокания. Опять-таки еще раз как приподнимает это растение. И вот в этом месте, как раз вот этих вот прорезях, есть вот эта циркуляция. А также, если вы используете миниатюрные, супер-миниатюрные морковки, либо разращиваете их с малочкой, с сеянцем, то есть они требуют обильного полива, вы даже вот эту часть можете в небольшое количество воды поставить. У нас даже есть горшки, которые специально с глазурованным поддончиком, сейчас мы покажем ближе, я пока расскажу, которые с глазурованным поддоном, вот туда заливается водичка, и она как стоит там, но замокания нету, то есть корни они не в воде находятся, находится в воде этот горшок. И сколько надо, сам горшок, сам горшок пьет. Вот поближе достался мне этот поддон. Вот здесь не обожженная керамика, а здесь в поддоне глазурь. В чем класс? Ставите, наливаете водичку, ровно вот так вот, и она стоит там спокойно, вы не переживайте, что у вас где-то там подгнило, замокло, как-то там происходит. Вы точно знаете, что уйдя там на работу, он получит достаточно этого влаги, оно напьется, или вы уедете в командировку. Ну, я утрирую, но принцип понятен, да? То есть вот такой вот тип. Это классно для тех растений, которые важны, у них есть цикл, их важно напоить в тот период, когда они растут. Вот, допустим, морковки. Вот сюда налили прямо в это отверстие, да? Вот если вот там есть, там морковки группы, там, катезетум или с цикночесами скрещены, то есть они достаточно высокие, длинные, им вот необходимо вот это количество. То есть там большой дренаж, вы можете посмотреть видео предыдущих, я говорила, потом высокий дренаж, и вот эта влага, и он пьет сам. Очень удобная штука. Это у нас Ринхоридес, Бангкок Сансет. Очень яркий, насыщенный, контрастный переход от теплых оттенков в холодные. Вот эта губа такого лилового цвета переходит в желтый, по лепесткам, такой вот бордовый оттенок, очень яркий. И она как бы дублируется таким, как веснушками загара по лепесткам самого растения, по листьям. Извините. И вот такая посадка, она как бы подчеркивает его, вот как несет, да? То есть внутри посадка идет в среднюю фракцию коры, то есть среднюю нарезанную, вот такая вот фракция коры. Потому что все-таки это вандовая группа, и поэтому чистый мох это достаточно рискованно садить, разве что у вас там чуть ли не пустыня Сахара. И сверху, для того, чтобы влага все-таки поддерживалась, уложена мхом. Вот такой тип посадки. Потом хотелось бы остановиться вот такой замечательный фаленопсис. Практически ну вот Япония, сакура, вот этот горшочек в таком цвете. Повторение этого цвета в окраске самого цветка, ну вообще просто фантастично. А это замечательное растение Луис Твайлайт на Рейнбоу на Целебенсис. Очень, смотрите, как красиво смотрится. Этот цветонос практически как такая ветка, как дерево. И тут еще много спящих почек, которые еще будут больше ветвиться. То есть, насколько я понимаю, это его первое цветение. Впоследствии это будет вообще просто такое облако, которое парит над этим горшком. Тот же принцип. То есть верхний слой, то есть корни, получается, в этом комке мха, они как сверху. То есть влага есть, проветривание вот сквозь эти дырочки есть. И влага так необходимы, особенно если мы выращиваем растения в комнатах с пониженной влажностью. Про смешание всяких субстратов. Если мы говорим про башмаки, вернемся еще чуть-чуть про субстраты поговорим. Кого хорошо мешать, а кого нежелательно. Значит, вот эти составляющие замечательно мешаются друг с другом. то есть обычная кора великолепно мешается с серамисом и добавлением мелкой фракции коры. Если вы хотите что-то посадить достаточно дышащее, потому что все-таки большие куски коры, которые предполагают, что будет большее пространство при укладке, то есть остается воздушное пространство между ними. Мелкая добавит немножечко больше влаги, а серамист даст структуру. Такая посадка для кого? Вот цимидиумы идеальны. Вот когда то ли в порох их садят, который вам неудобен и не нужен. При смешании вот этих трех элементов вам дастся, во-первых, не запрессовка, достаточно влаги и разрыхленность. Удобно поливать, удобно подкармливать. Сверху вы можете для устойчивости, для красоты, для чего угодно, для того, чтобы корневая шейка не замокала, там каких-то не происходило гнилостных процессов, вы можете сверху присыпать декоративными камушками. То есть в данном случае это ракушняк. Если мы говорим если мы говорим про башмаки, великолепное сочетание мох, мох, только мелкие кусочки, которые у вас остаются, не выбрасывайте их. То есть навязали вы таких вот шариков и там у вас остались более меленькие кусочки. Вот эти меленькие кусочечки вы берете вот такую фракцию коры, вот такие меленькие кусочечки и вот такой серамис. Если у вас башмак не относится к кальцифилам, вот это будет замечательный тип посадки. Если же относится, те, которые относятся, вы можете посмотреть, там у нас где-то было видео про это. А вот вы можете добавить ракушняк. Тоже хорошо держит текстуру, удерживает влагу, разрыхляет, делает, с одной стороны как бы утяжеляет этот субстрат, не дает ему ерзать. Вот когда вы закрепили растение, важно, чтобы оно стояло плотненько, не смещалось. И вот когда используются элементы, которые немножечко тяжелее, они хорошо закрепляют. Вот здесь вот, видите, я вот, я шевелю это растение, и только листики сверху, и ничего не происходит. То есть он плотно, хорошо закреплен, даже в невысокой плошки. Как дальше можно извращаться и мешать? Можно использовать чистый серамис. Вот, показывала, замечательно себя зарекомендовал, как посадка, как посадка фаленопсисов, так посадка котлейной группы, даже там акселярии, вот много чего очень хорошо себя чувствует в этом. Даже миниатюрные цимбидиумы. Вот. Вот эта фракция, она универсальна, на самом деле универсальна. Она может использоваться как самостоятельный субстрат, как издобавка. Если вы, там у вас достаточно крупные гибридные фаленопсисы, вот вы используете вот эту фракцию коры и добавляете чуть-чуть мха. Боитесь мха, боитесь замокания или у вас есть такая проблема пунтика, вы об этом знаете, что вы заливаете растений, то вы вместо мха добавляете камушки серамиса. У серамиса известная кислотность, я говорила в предыдущем видео про это. Поэтому не страшно что-то намешать к фаленопсисам. А вот, что еще? Как еще можно сменить? На самом деле это ваша фантазия раз, а второе это понимание тех условий, которые вы содержите растения. То есть, если вы понимаете, что сильно сухо, если сильно сухо, то вы делаете посадку вот такого плана или же посадку в серамис. Если же достаточно вы можете предоставить влажности, то вы можете посадить более крупную фракцию коры, такую или такую. То есть, ваши замечания по поводу содержания растений, то есть, не замечания, а ваши досвидные. То есть, вы своего рода ученые, которые наблюдают за своими растениями. У каждого свои условия содержания и ваши заметки по тому поводу. Какое у вас освещение, влажность, температура, это очень важно. мы можем вас корректировать наиболее лучшие субстраты, наиболее лучшие материалы. А вот как вам это будет комфортнее сделать, это уже ваши заметки. Спасибо. Надеемся, мы осветили еще что-то новое в этом сюжете для вас. По-прежнему все показанное видео вы можете заказать в интернет-магазине. Не забываем ставить лайки, подписываться. Всем спасибо. До новых встреч.